Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. В этом видео не то, что вы научитесь, вряд ли вы за 10-15 научитесь, но я покажу, как мы с трейдерами в чате, со студентами развиваем гибкость мышления, выходим из вот этого стандартного образа мысли, что если я вижу сигнал на продажу или на покупку, значит я продаю или покупаю. На мой взгляд, это не то, что неэффективно, это менее эффективно, чем если мыслить по-другому, с другой позиции. Например, вот вам две ситуации. Первая ситуация, у вас идеальный стал сигнал. Допустим, от уровня, там все совпало, все ваши правила совпали, но вы видите, что соотношение в этой сделке, например, один к одному, или стоп нужно поставить очень большой. Вторая ситуация, вы не видите идеального сигнала, да его и в принципе нет, но в целом ситуация благоприятная, чтобы войти в позицию, поставить короткий стоп, и у вас есть большой потенциал. Трейдеры, которые зациклены на системе, они выберут первый вариант. Трейдеры, обиженные на трейдинг, на себя, они выберут первый вариант, скорее всего. И они менее внимательны к ситуациям, когда можно поставить короткий стоп, есть большой потенциал. То есть они либо зациклены на системе, то есть два основных типа трейдеров, либо они зациклены на системе, сигнал сел, сигнал байда мне, все, оставляю покеру, все. И если эта система, она должна мне делать деньги. И это обычно как раз обиженные трейдеры, которые до этого были бессистемными, которые до этого торговали эмоционально, и вот они разозлились на себя, «Все, я ставлю точку, теперь я буду точно торговать по правилам». И перегибать здесь тоже палку. То есть либо они недисциплинированы, нарушали правила, из-за этого страдали, либо они избыточно системны, строги к себе, и в итоге от этого тоже страдают. То есть это две крайности. Торгуй по правилам, действуй по ситуации, знай, в какой ситуации применить правила. Именно поэтому большинство трейдеров, которые когда-либо сталкивались с системой, либо ее создавали, они не получают эффекта никакого практически. То есть нужно развивать гибкость, ситуативное мышление, вот именно ситуативное, в конкретный момент времени, понимаете? Ставьте лайк, если это вам хоть как-то откликается, потому что еще раз говорю, не проблема, каждый трейдер такой сядет, «Так, это селл-сигнал, клик». И не бывает же так, чтобы у всех было одинаково результат. Сто трейдеров, сто разных результатов, мы по-разному видим рынок, мы по-разному смотрим на те или иные вещи. Поэтому очень важно развивать ситуативное мышление. И вот пример индекс NASDAQ. Несмотря на то, что я здесь немножко противоречу себе, потому что я допустил ошибку, здесь не должно быть сделки, вот видите, один из первых моих трейдов по NASDAQ, это селл-сигнал. Вот здесь абсолютно глупый сигнал. Почему? Допустим, даже если здесь есть сигнал. Представим, что здесь есть вход на селл. Давайте пораскинем, где может быть стоп в этой ситуации. Вот если я здесь продаю, где ближайшая структура, где я могу поставить стоп? Она вот здесь находится. Ближайшая структура. И в пунктах это 90 пунктов. Вопрос. Если я торгую индекс NASDAQ, 90 пунктов это большой стоп или маленький? Это огромный стоп. Предельная граница стопа 60 пунктов. 60 пунктов. Почему это так важно? Потому что, чтобы взять тейк, хотя бы 1,5, да, там, или даже один к одному, мне нужно, что цена прошла сотню пунктов. Вот отсюда цена должна пройти сотню пунктов вниз. Да, мы здесь прошли, но через какой промежуток времени? Поэтому у меня может, допустим, представим, что здесь был сигнал. Квалифицированная это сделка? Нет. Это ошибочная сделка, потому что это FOMO. FOMO это страх упустить возможность. Страх упустить возможность. Есть чувство, продиктованное моими ожиданиями от того, что может произойти. И страхом того, что я ожидаю, что произойдет, что я это упущу. Понимаете, да? Что это мимо меня произойдет. Имеется в виду прибыль. Вот, например, следующая ситуация. Мы видим, рынок дошел до сопротивления. До ценности, как я это называю. Зону ценности. Мы видим раз, два, три. Поддержка. Предыдущая зона сопротивления. Представляете, какая мощная структура. Здесь доходили, отбивались, доходили, отбивались, доходили, отбивались. Класс. Рынок снова сюда пришел. Более того, пробил мы красный уровень. Это один из систематических, да, системообразующих моих уровней, который показывает отношение цены, дисбаланс, кто главный покупатель, продавец. В общем, это, если вам интересно, ссылки под видео. Вы почитаете информацию о моих системах. Так вот, здесь мы даже ушли чуть выше, но застряли у самого экстрима. И что я вижу? Я вижу, что если я здесь продаю, могу поставить очень короткий стоп. То есть, насколько это возможно, он не будет 90 пунктов, он будет пунктов 40, наверное. Да, 40 пунктов. Есть ли разница этого стопа и этого, да. Но здесь есть сигнал. Еще раз, вот здесь, например, да, есть сигнал. А здесь нет сигнала. Но есть разный. Но там короткий стоп, а там огромный стоп. Какое предпочтительное решение номер два? Еще раз, если вы участник сообщества, в реальном времени вы постоянно наблюдаете такие мои решения, когда есть идеальный вход на сет, но я не принимаю сделку, потому что мне надо поставить большой стоп. Это просто глупо, потому что мне надо такой же большой тейт поставить. И ты знаешь, так много не ходит. Если ходит, то редко. Таким образом, моя вероятность заработать нормальный профит и меньше. Понимаете? Цена пойдет, и вы сделаете деньги. Но вопрос объема этих средств. Какой смысл? Где логика? Я надеюсь, удается доносить смысла? Нет? Это очень важная информация. Потому что, я говорю, большинство либо зациклены на том, что они менее эмоциональные, я нарушаю правила. То есть, постоянно себя так по головке шлепают. И вот живут с чувством вины, торгуют, имею в виду. Ну и живут тоже. А есть другая группа трейдеров, которая тоже самое бьет себя по голове. Но только не себя, точнее, а систему. Мультистема головы. Две крайности. И примерно одни и те же эмоции они испытывают. Чувство вины. То есть, они возвращаются в привычное состояние, как было до этого. Поэтому получается, что у них в трейдинге ничего... У них ничего в трейдинге не меняется. Как вот они сливают, так они сливают. Что системы, что без. Но что отличает наших трейдеров, которые обучаются в чате, это как раз гибкость мышления. И я сказал, что обучают не зря. Есть некоторые трейдеры, которые дают рекомендации другим трейдерам. Их немного, но они дают. Не каждый хочет делиться тем, что он прозрел. В каком-то смысле. Потому что в какой-то момент тебе перещелкнет, ты понимаешь, вот оно, вот оно, вот оно. Хотите, чтобы вас перещелкнула ссылка под этим видео? Изучайте информацию о системах, подключайтесь к нам. Так вот, здесь sell, короткий стоп. И посмотрите, какой у меня огромный потенциал. Ничего мне не мешает до вот этой поддержки. И что самое интересное, K, буква K. Контекст. Контекст трейдеры. Контекст. Тренд медвежий. Тренд-фильтр мой внизу красный. Посмотрите, сколько времени. Посмотрите на него, посмотрите на него. Тотально, тотально, глобально. Красный тренд-фильтр. Да или нет? Да. Цена в зоне сопротивления. Короткий стоп. Угу. Стоит играть свеч абсолютно даже в таких сделках, если ты получишь лосс, это не обидно. Это не вызывает такого раздражения, как вызывают такие сделки. Глупые абсолютно. Да или нет? Ну, для меня да. Так вот, если здесь шорт, шум. Если здесь шорт, тейки, здесь мы видим, мой первый тейк сработал, бум, 81,2 сразу за более короткое время, чем если бы я сидел вдруг в этой позиции. По ходу дела я начинаю наращивать, потому что здесь появился паттерн уже из моей системы, разворотная вершина, тренд-фильтр медвежья, разворотная вершина. Наращиваю немножко агрессивно, да, потому что все-таки еще не все подтверждено здесь. Рынок по-прежнему внутри вот этого красного и зеленого уровней. Я наращиваю объем, и вот он самый-самый-самый сок. Вот он здесь, вот он здесь, вот он здесь. Когда мы пробили уровень поддержки, вышли за пределы вот этой зоны, обратите внимание на тип свечи, вот этой свечи, видите, да, она закрылась полностью практически на своем минимуме, и здесь я сразу начинаю залетать. Это одна из моих любимых техник. Когда ты зашел, пошло в твою сторону, появляются сигналы, которые твои уже, да, скажем, из твоей системы полностью, и они прям вот такие железные. И здесь я еще продаю, еще продаю. Первый тейк забираю на S1, ну и затем выхожу уже руками по мере того, как цена начинает немножко менять свой цикл. Мы видим здесь новый минимум коррекции, новый минимум коррекции, слабое дно, и когда я вижу слабое дно, у меня сразу информация о том, что что-то может измениться, плюс 12500, круглая цифра. То есть мы по факту берем элементарные вещи, да, и объединяем их. Вот это есть гибкость мышления. Вот это то, что отличает трейдеров, которые делают деньги, от трейдеров, которые не делают деньги. И не значит, что те какие-то прям совсем одаренные. Нет, просто они более внимательные, более сконцентрированные, они не зациклены и не придают сумасшедшего значения правилам, да, и смотрят на, скажем так, то, что стоит того. Да, стоит ли продажа здесь, продажи, да, стоит. И мы видим здесь супертрейды просто по 90-100 пунктов, и это очень нормальный профит, даже несмотря на то, что здесь был лосс, при том, что я смотрел на него. Ну, в общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всего доброго вам, торгуйте, зарабатывайте деньги и присоединяйтесь к нашему профессиональному сообществу. Все, трейдеры, пока.